Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседовать с лучшими игроками СНГ региона. И сейчас у нас в гостях Шир, он же Дмитрий Соколов, представитель команды Gambit. Наверное, самая яркая личность, по крайней мере, одна из самых ярких личностей с АВП в нашем регионе, возможно, и во всем мире. Дима, привет! Как твое настроение в преддверии этих квалификаций? Привет, ребят! Ну, настроение неплохое. В принципе, готовимся к Ромеру. Пока все отлично. Дим, у тебя, смотри, в карьере было всего три команды. Если брать по фактам, на самом деле их две. То есть первая была команда в профессиональном КСе, это Вялые Питоны, в которой ты пробыл не особо долго. А дальше уже Gambit Youngsters, которые переросли, соответственно, в команду Gambit. Ты такой человек, в принципе, что ты никогда не ищешь чего-то нового, и тебе ближе стабильность, потому что тебе 19 лет, а ты два года даже с лишним уже в одном и том же составе с одними и теми же людьми, за исключением только Хоббит, который пришел в августе 20-го. Ну, да, вообще это так. Просто, ну, тут все отлично в Gambit, поэтому я не ищу что-то новое. Я хотел всегда найти людей и команду, которая будет поддерживать меня, поэтому я нашел вроде как все, результаты неплохие. Смотри, вот есть такой термин, наверное, в СНГ, как «семья», в котором все говорят о том, что, ну, мы действительно уже как одна семья, мы притерлись друг к другу, могут говорить в рофло-формате, могут говорить на полном серьезе. Ты сейчас можешь сказать о своей команде, что вы действительно как вторая семья? Ну, наверное, да, но в то же время нет, потому что это, во-первых, ну, спорт, и тут все может случиться, поэтому 50 на 50, наверное. В игре мы коллеги, а вне игры мы друзья. Согласен ли ты с этим утверждением, что все-таки быть друзьями и вне игры – это очень важно все-таки для общекомандной синергии? Да, согласен, конечно. Слушай, тогда смотри, вы сейчас лучшая команда мира и по версии SL, и по версии SLTV. Ты, вероятно, один из лучших снайперов, если не лучший снайпер, в принципе, в мире прямо сейчас. Скажи, как-то давлеет этот факт над тобой? Ты испытываешь какой-то дискомфорт или ты, в принципе, умеешь абстрагироваться от всех этих моментов? Нет, давления нет, умею абстрагироваться. Как-то научился по ходу событий, когда мы много играли в турнирах, поэтому все нормально в этом плане. Скажи, как тебе Хоббит в роли капитана? Действительно ли он помогает ментально как-то с высоты своего опыта? У нас Хоббит не капитан, он помогает на фане. Второй коллер. Но при ходу Мобая он много чем помог нам, поэтому хорошо, что он к нам пришел. Я имею в виду капитан все-таки не внутриигровой, да, не коллер основной, а именно капитан, знаешь, как такой отец внутри команды, потому что он, во-первых, самый возрастной и все-таки, наверное, более опытный. Я больше этого все-таки не люблю. Да, ну, конечно, помогает. У него много опыта и на международной сцене, и везде. Поэтому он нам совсем помогает с чем может. Мы у него спрашиваем что-то, что-то он у нас спрашивает. Поэтому, да, помогает. У вас сейчас за последние несколько месяцев абсолютно шикарная командная игра. Меняете ли вы по ходу игр что-то еще? Как вы импруетесь? Я, понятное дело, не прошу таргетно рассказать о каких-то моментах. А над чем вы больше всего работаете? Над командной коммуникацией или больше все-таки стратегическая какая-то составляющая внутри команды? Ну, там по ходу турнира мы можем что-то поменять, а можем ничего не менять. Больше работаем в психологическом плане, чтобы мы не выгорели. Просто осталась вот эта воля к победе, чтобы мы хотели выиграть. Вот над этим работаем. Потому что турниров много, нужно везде стабильно выступать, неохота проигрывать, неохота терять топ-1. Эту планку неохота. Скажи, вот после последних набранных побед в Катавице, в принципе, такой довольно исторический турнир, который мечтает выиграть каждая команда. Скажи, у тебя личные сообщения во всех социальных сетях, они по-любому же взрываются. Ты успеваешь отвечать вообще своим фанатам? Нет, я особо не отвечаю. Много слишком людей пишут, поэтому... Ну, одному ответишь, другому нет, так неправильно. Поэтому не отвечаю вообще. Так иногда, может, читаю, но не отвечаю. Но приятно же все равно. Приятно, когда пишут теплые слова. Но есть и хейтеры, они у всех, я думаю, есть. Поэтому... Да, они делают нас сильнее. Дим, и последний вопрос, который я тебя спрошу. Назови, пожалуйста, две, ну или давай даже три команды, помимо вас, понятное дело, которых ты видишь прям явными конкурентами в рамках этих РМР-квалификаций. Нави, конечно. И, наверное, Virtus.pro. Ну и Spirit, если можно было третью, но тоже Spirit. Да, третью можно, действительно. Spirit тоже. И на сладкое я оставил. Возможно, ты хочешь передать кому-то привет, пожелания какие-то? Ну, хочу сказать всем нашим фанатам спасибо, что за нас болеете. Мы постараемся удержать эту планку и повыиграть побольше турниров в этой форме, которая у нас сейчас. Дорогие друзья, это был Дмитрий Соколов, он же Шира. Дим, огромное тебе спасибо за уделенное время. Ты красавчик. Удачи вам, побед. Ну и, конечно же, терпение. Все перетрет. Дорогие друзья, Дмитрий Ширев. Всем пока. Пока едет врач, лайк, подписка, колокольчик. И увидимся снова.